Это вверху, вон там я сейчас показал, а это внизу. У нас вот здесь капуста самая, больше всего. Сейчас Игнатьич начал капать морковку, позднее было посажено специально, позже матушка садила еще. Здесь вот у меня собрал, вот мешки стоят с капустой. Я даже не знаю, куда их вот так отдельно положить. У кого есть какая-то скотина, пусть берут. Землю-то стряхивайте побольше. Вот смотри как. Вот эти два, они пустые. Это все на один корешок. Видишь какая капуста? Тройной урок. Вы только землю стряхивайте побольше, Игнать Тихонович. Она же убывает. Ну ладно. Вот так кто приедет, кому надо, пусть берут. Я сейчас прошел туда, вон до туда конца, дорубил. Повозь пришлось, маленько хоть работы дали. Вы спину сорвете себе, не надо. Спину сорвете себе. Да, сорву. А зачем тебе? Пойду морковку. Показали пример, все. Даши покажу. Это конечно вилки разные есть, и мелкие, и большие, всякие разные, средние. Этот вообще вот какой-то замороженный оказался. Видимо, что его прихватило, не знаю, морозом. Будем морозоустойчивая капуста. Вот большая, вот мелкая, тут же рядом. Средненькая, то есть всякая разная есть. Собирал. В основном будем делать квашеную капусту, в виде соленую. Вот здесь вот самый большой вилок хотел показать, который здесь у нас нарос. Не знаю, сколько он весом получился. Самый большой. Вот моя рука. Такой вот он, качан, крупненький. Моей головы в два раза больше. Вот такая вот гряда тут была. Два у меня было посажено рядом с друг другом. Я их не обрабатывал ничем. Что ели? Ели гусеницы. Там часть ели. Вон видно, что лестница. Ой, эти листья все изгрызаны. Даже кто-то говорит, что вроде как моча помогает человеческая. Кто-то не любит этого запаха гусеницы. Ну вот так вот. Слава Богу за все.